и снова здравствуйте всем привет и так давайте дальше посмотрим как все это дело комбинировать сейчас сделаем значит простейший риг зажигалки потом сделаем значит добавим огонь и вот уже готовая анимация значит есть как персонаж огонь зажигает не стал я значит его делать так как оказался значит эта анимация миксом а все вроде бы вот работает все нормально все зашибись так погнали выбираем наши кости заходим значит куда мы заходим via port display in front ставим чтобы видеть кости спереди ставим тройку на нампаде n подключаем screen cascade чтобы увидели что я буду нажимать итак у нас присутствует значит файки присутствует зажигалка нам понадобится значит кости заходим поз пардонте в edit mode так нам понадобится с какой-нибудь косточки вытащить какую-нибудь косточку да и вытаскиваем косточку alt и clear parent тем кто смотрит значит ролики понятно что я сейчас зажигалку вписываю полностью в этот риг чтобы выбирать один риг и было была выбрана зажигалка и факел да ну чтоб не отдельные были риги так с уменьшаем g подгоняем к нашей зажигалки тройка на нампаде смотрим что да как так теперь как и лучше установить я думаю лучше пусть она здесь вот снизу так и будет чтобы значит не касалось ни пальцев ну как когда заменим вот это внешний вид костей чтобы она в руке была видна так теперь что нам понадобится shift d делаем значит дубликат делаем переворот нашей косточки опять же когда вы будете делать переворот смотрите чтобы кость не перекрутилась тогда будет все работать очень плохо если что-то не видно можно вот поставить на рентген g смысл какой чтобы вот это вот запчасть вот это вот запчасть крутилась вместе значит с нашей зажигалкой g мы где-нибудь вот тут подставим теперь из нее вытащим е косточку значит alt и clear parent она соединена и добавим значит косточку здесь уже получается единица нампаде так семерка на нампаде вот он наш риг так мы его сейчас впишем в нашу зажигалку посередине поставим до чтобы все это дело касалось теперь значит тут эту косточку вот эту привязываем к этой кости control и типа сет и вот тут вопрос почему я не делаю связь на inverse kinematic сейчас будет новая фишка как это все дело можно привязать а теперь единица нампаде выбираем какую косточку делаем е вытягиваем ее alt и clear parent отсоединяем делаем с она большая нам не понадобится я хочу семерка на нампаде вписать значит в нашу эту колесик в нашу колесиков тройка на нампаде смотрим чтобы это все дело попало плюс-минус по центру и из этой косточки вытащим е еще одну косточку и тут вопрос если значит персонаж будет два раза щелкать то лучше конечно поделить вот этот весь диаметр чтобы было допустим на два раза в принципе колесико можно будет крутить как угодно так выбираем вот эту косточку и вяжем ее значит к этой кости к управляшке control пик и полсет так тройка но зажигалка должна у нас быть к чему-то привязана иначе она будет стоять отдельно если будет работать рука то давайте привяжем ее к руке control пик и полсет все тройка на нампаде все это завязано будет теперь вот эта штука двигаться с нашей рукой так еще что хотелось бы да выбираем какую косточку вытягиваем из нее е кость делаем alt и clear parent теперь g подставляем ее значит на нашу биту и смотрите если мы подставим ее вот так то будет крутиться она от низа и будет неудобно и и значит поправлять в руку значит где будет рука туда ее давайте и присторопим ну приблизительно вот где-то тут будет рука может быть чуть чуть пониже но такая штука тройка на нампаде вписываем ее значит нашу биту семерка на нампаде смотрим чтобы наша кость была в бите все единица нампаде но опять же нам нужно привязать теперь эту косточку какой-нибудь кости вот давайте к руке к этой привяжем control пик и полсет все с этим делом мы закончили персонаж сделан теперь заходим в объект мод и смотрим видите что у нас привязана значит косточка и она значит сместилась что мы для этого сделаем мы выберем наш рик зайдем в пост мод и значит g можно сдвинуть так английская а он кровет он кровет английская и выбрал я площадку и другие кости значит g все кости передвигаем где-то на двоечку а на первом кадре делаем вот такую штуку все прописываем и вокруг все прописалось теперь мы от этого можем писать анимацию ставим теперь со второго пускай кадра или так на каком она стоит на третьем значит с третьего кадра так мы ее и поставим итак продолжаем значит что у нас получается переключаемся значит на нулевой кадр все кости становятся на свое место заходим в обжиг мод и привязываем первым делом зажигалку так зажигалка выбираем корпус так выбираем значит наш корпус кости заходим в пост мод и выбираем значит нашу вот эту косточку рут кость делаем control пи делаем бомб так следом выбираем наше колесо выбираем вот эту маленькую косточку через shift ну в пост мод вот эту маленькую косточку control пи бомб и смотрим если мы ее теперь будем крутить вы видите что колесико у нас крутится но ничего что кривовато можно кости подкорректировать так следом что нам понадобится зажигалка маленькая приближение веки быстрое теперь нам нужно настроить вот эту всю штукенцию выбираем значит нашу нашу этот риг заходим в пост мод выбираем вот эту косточку выбираем значит вот эту кость делаем control пи а control shift c inverse kinematic так и теперь смотрите выбираем нашу вот эту inverse kinematic заходим в настройки inverse kinematic отключаем всю эту штукенцию и находим нашу косточку называется она значит крышка до крышка тройка на нампаде и получается что слишком а ну-ка если мы это косточка не руководит печально так крышка если мы сейчас все отключим выберем вот эту штуку control shift c делаем inverse kinematic делаем на одну кость тогда и она ей не руководит потому что они вместе не связаны так пробуем зайти теперь в эдит мод и связать эти кости control пи типа сет а нижнюю тогда вот эту кость так и оставляем привязанную крут кости заходим в пост мод выбираем эту косточку делаем r все равно она не хочет и руководить до хотя здесь стоит control лэк арматура бон так здесь нужно поставить крышка вот они должны сцепиться и вот это кость должна ей руководить так тогда а ну-ка если это кость она уже двигаться не будет так делаем такую штуку это кость на эту кость control shift c копии rotation не получится а ну-ка эту кость эту кость на эту control shift c копии rotation а ну-ка тогда не копии rotation а копии location пробуем control shift c делаем копии location и все равно она не хочет руководить да заморочился хотел идейку такую просмотреть значит что еще можно сделать крышка крышка здесь на 0 это кость а ну-ка g отдельно это g привязана она значит к этой штуки а вон тель как она работает да control z если мы зайдем в object mode выберем вот эту крышку вот маленькая опять зажигалка да так крышку настроим с это ли же на 3d геометрия тут у нас есть еще вот такая пимпа значит выберем ее выберем кости заходим пост мод и привязываем к ней да вот эту штуку control p бомб когда как тройками нам падим заходим в пост мод и пробуем r не хочет это не хочет она так крутится значит в принципе все правильно все тут установлено тестим так а ну-ка если вот эта кость так и видите где она привязана да control z тогда зайдем в edit mode она привязана тут кости почему-то сместились так g вот эту нашу часть отвяжем alt p clear parent и вот эту гайку где она тут находится запчасть вот она alt p clear parent стройка на нам паде смотрим дальше тогда если у нас есть вот эта косточка она привязана к краю эта кость тогда в принципе нам не понадобится в принципе она тогда нам не понадобится заходим в edit mode так ее delete bone не прокатила эта штука значит ну попытка была так теперь эту запчасть так выбираем значит вот эту запчасть так это g кодем ее на край ее в принципе видно не будет да выбираем вот как делаем control j и тогда просто привяжем к нашей этой кости так выберем наш колпак выберем нашу кость ну идея была хорошая control пи бомб и получается тогда раз пусть она вот таким вот образом закрывается да g подставляем ее вот сюда в обжиг мод заходим ставим на рентген так это уже штука будет с крышкой нужно ее терять вязать edit mode английская л пи лекшен и значит теперь мы и джи так не тут обжиг мод выбираем ее делаем ей джи так control z никак не выберу вот она так и она будет где-то вот тут да ну как то так должна быть а ну ка тогда крышка должна быть пониже так а это запчасть тогда вяжется к нашей косточке так сначала с крышкой опять свяжем control j и теперь опять же эту штуку вяжем на наши кости осмотр их к этой косточке control пи бомб так что получается так она уже была привязана по ходу edit mode альт пи клеер парам 4 повернула да так теперь значит выйдет мод выбираем косточки а ну-ка джи подгадываем под нашу вот эту запчасть так да а будет выпирать тогда опять выйдет мод и значит джи повыше ее выберем в обжиг мод заходим выбираем нашу крышку кости опять и значит по смот control пи бомб так смотрим а ну-ка и джи подставляем под нашу оба подкорректируем ну в принципе пойдет да если мы выбираем эту кость все зажигалка переносится ну тут еще осталась какая-то хренатень а ну-ка это аж вот как я не люблю вот эти маленькие детальки так control z и значит ее так пойдем и объединим control j так ладно с зажигалкой мы разобрались альт h вернем все на место так теперь ну сбитой это с факелом будет попроще выбираем факел выбираем кости заходим по смот выбираем косточку делаем control пи бомб так есть такое дело значит теперь вот вот мод выбираем только кости заходим по смот единица на нампаде и смотрим теперь нужно наш вот эту штуку привязать полностью к нашей анимации r g тройка на нампаде r перекручиваем g и вот так вот подставляем в принципе нормально точка там где я планировал поставить нашу руку вот эту можно даже повыше поднимать но так удобней ей руководить так теперь зажигалка это хорошо что ее тут повернуло да ничего вроде не развалилась а ну-ка единица на нампаде делаем r g так подгадываем так открывается она в другую сторону тогда мы сейчас перекрутим семерка на нампаде опять же подгадаем ее и g подведем нашу руку так g ну и чтобы она не заваливалась в пальцы ну как то так то так теперь нужно настроить вот эту вот косточку да мы находим n находим и там и смотрим ротация по какой у нее оси так по иксу вот ротация у нее по иксу c значит блокируем и остальные оси и оставляем только по иксу все здесь можно прописать и лакрот так cntrl z cntrl z cntrl z cntrl z а лакрот так тогда здесь четвертого кадра остальные можно будет ударить потом и смотрим если мы прокатываем все это дело дальше то у нас получается что видите все у персонажа в руках теперь нужно добавить значит искры огонь и все будет хорошо так только какая штука так третий кадр а ну-ка делит значит первый кадр нам делит не понадобится и теперь английская а так с четвертого кадра тоже amg возвращаемся на первый или нулевой кадр так все вот зажигалка есть все вот он ее берет здесь у него значит должна быть закрыта крышка вот здесь пропишем сразу давайте значит r закрываем видите теперь она должна по одной оси у нас крутится вот вот хреновастенько да значит открываем n панель закроем здесь и пропишем допустим и все зажигалка теперь закрыта полностью видите да больше у нее анимации нет поэтому все нормально так здесь у нее какая такая штукенца вот здесь он ее уже должен открыть ну не будем значит делать анимацию пальца это в принципе видно не будет мы его потом чуть-чуть дернем как будто он крышку открывает и x мы открываем нашу крышку так раз даже не тут пардоните это вот вот он подносит здесь вот он ее открывает прописываем английская и прямо здесь в окошке ротации вот он ее ведет ведет и вот здесь нужно скопировать shift d вот этот первый кадр чтобы открывание было быстрое такое раз все здесь он значит ее поджигает вот вы видите что в принципе расстояние даже нормальное так и вот здесь он ее уже когда поджег вот этим пальцем типа он ее должен закрыть а ну-ка тут чуть-чуть пальцем видите на веса под настрой и тогда вот эта крышка здесь закрывается а и прописка прошла так а палец почему-то не прописался а ну-ка на семидесятом д на семидесятом д тогда это а ну-ка g переведем на 90 пустой все типа он его закрывает ну такая где-то тут сниматься чуть-чуть есть да не до понимания значит щелк открывается и тогда открытый кадр shift d дотягиваем до нашей вот этой анимации до 91 кадра потому что так вот здесь он убирает и тогда не до 90 до 72 g все нормально пойдет примитивненько конечно лучше свою анимацию записывать тогда она более будет нормальная так n панель закрываем все анимация прописана все у нас но теперь нам нужно что добавить именно приколюхи вот это огня да ну далека вы видите что открывание какой-то момент может быть незаметен поэтому если какие-то мелкие детали делайте делайте как бы со спины там прикрывая допустим или сбоку чтобы меньше вот этих вот как сказать четкости делать да и так немножко я тут прервался так давайте теперь добавим огонь добавим 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 имейдж имейдж план найдем какой-нибудь наш так огонь вот этот переключимся в другой вид уберем сейчас вот этот черный фон зайдем в шейдеры шейдеры вот эту штуку g оттянем эту значит ноду удалим добавим add так давайте по-английски писать добавим эмиссию так теперь добавим миг шейдер миг шейдер добавим теперь transparent transparent bsdf теперь добавим значит color ramp color ramp так теперь все это дело подключаем эту штуку к этой эту штуку к этой так теперь этот на шейдер вниз на шейдер вверх так соскочила на шейдер вверх этот значит color к факу а это значит у нас идет surface так теперь на нижнюю эту ставим черный цвет на первый ползунок а на второй ползунок ставим белый цвет заходим в layout смотрим все огонь у нас есть делаем ну значит s g и нужно все это дело теперь вписать в нашу анимацию значит так где он зажигает наш факел это где-то вот здесь вот значит что делаем делаем семерка на нампаде делаем shift d нашему плану r перекручиваем его чтобы у нас огонь был со всех сторон у так и чтобы одна в одной стояла так теперь один план ctrl j объединяем делаем теперь s g подставляем к нашей зажигалке так делаем s ну такой огонь большой нам конечно не понадобится так смотрим чтобы она четко легла в нашу зажигалку то бишь вовнутрь нашего вот этого где у нас сопло есть вот неудобно вот эти маленькие вещи вот так вот подгонять надо посмотреть как их там комбинации каких клавиш да ну давайте таким образом раз вроде бы завели так теперь значит g подгоняем и вот видите опять вылазит надо ее опять в нашу зажигалку засовывать чтобы у нас значит огонь был внутри вот этого всего агрегата вот так так но он же будет спадать да нужно его объединить с нашей зажигалкой делаем выбираем наш огонь выбираем нашу зажигалку так не эту часть а вот эту делаем ctrl ctrl p object keep transform или object все теперь значит прописываем и lock-road и смотрите так здесь вот она должна только открыться и разгореться значит что мы делаем мы делаем тройка на нампаде и давайте все это с а пардонте ctrl z только убираем наш имейдж план делаем с и смотрим значит тут бы хорошо бы еще искры добавить ну где то прячем нашу зажигалку да прописываем и ставим lock-road scale вот здесь вот просто мы делаем уменьшение значит предмета scale и нужно его прописывать не только локация ротация но и scale так ну вот раз здесь его можно еще прям в ноль убрать чтобы при рендере он нигде не вылазил наш огонь хотя крышка он закрыт не должно быть ну давайте и тут пропишем допустим и так все это дело прописываем так ну теперь у нас должен загореться значит так здесь он поджигается и здесь вот он уже убирает его да значит вот эту штуку наш вот этот имейдж план неудобно выбирать имейдж план можно первый кадр сделать шрифд так прописали все он тут тухнет а вот здесь должна уже закрываться крышка давайте сразу пропишем крышку зайдем в пост мод выберем косточку нашей крышки найдем допустим n x и шлеп так погодите где шлеп будет вот вот здесь будет шлеп значит да опа ну так как то прописываем и все это дело нормально заходим заходим в обжиг мод и смотрим чтобы у нас огонь соответствовал значит поджигаемому аппарату да так вот здесь значит где этот у нас имейдж план он вот он здесь наверное сделаем его побольше да ну как бы так бы все все здесь мы его прописали вроде бы все нормально нам понадобится еще теперь один этот план сделаем ему shift d уберем ему вообще анимации и значит вот эта штука будет разгораться у нас вот таким вот образом так значит подгоняем к нашему факелу вот вот такая штукенца да так семерка на нампаде как бы смотрим со всех сторон можно этот g подогнать под самый низ огонь допустим r там как бы перекрутить вот он поджигается прописываем и значит здесь так он так назад его перегоняем и значит вот этот план крепим теперь к нашему факелу ctrl p object выбираем наш огонь еще вот этот так так не этот огонь а вот этот вот он и теперь значит где он тут должен быть тройка на нампаде единицы нампаде значит g зажигается и прописка и где-то на 70-ом кадре здесь уже надо ему s поставить поставить факел побольше так g сверху подставляем но мы видите он теперь горит как бы с одной стороны но прикольно все равно можно еще его сдублировать и добавить чтобы он еще сверху где-то горел прописываем и и значит все вот теперь он загорается здесь если нужно где-то перекрутить не вопрос вот он поднимает r где-то можно докрутить g подставить опять же и вот такая штука и получается значит в итоге после шлифования вот такой вот результат вот такая информация все всем пока до свидания